Около 100 тысяч человек в Сочи уже сделали прививку от гриппа. Глава города отметил, подключиться должна вся отрасль услуг. В Сочи обсуждают проблемы алкоголизма, курения и наркомании. 25-й международный форум посвящен теме трезвости. Выпускникам прошлых лет и студентам колледжа пора на старт. Началась регистрация на сдачу ЕГЭ в 2017 году. Добавит баллы и итоговое сочинение. Определились победители Кубка Российского футбольного союза. 10 дней за трофей боролись 15 команд. Венемин Кондратьев назначил министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Пост руководителя ведомства занял Христофор Константиниди. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Ранее Христофор Константиниди занимал должность начальника управления стратегического развития Министерства экономики Краснодарского края. Первым поручением губернатора новому министру стала разработка возможных вариантов механизма взымания курортного сбора, введение которого ранее было поддержано президентом России. Венемин Кондратьев выслушал кубанцев в приемной президента России. На встречу с главой региона туда сегодня приехали жители нескольких районов Кубани. Валерий Волошин из хутора Пригибского Калининского района. А на приеме граждан он пожаловался на качество воды. Вот уже много лет из крана течет мутная жидкость. Все дело в том, что в скважинах поселения сегодня не установлены системы очистки воды. Исправить ситуацию Венемин Кондратьев поручает до конца этого года Министерству топливно-энергетического комплекса. Там живут люди, там живут дети, живут старики. Давайте старикам на радость сделаем. Ну а молодежь, чтобы роста современной, с пониманием того, что они не хуже других, они не хуже городских. Мы сегодня должны, я всегда говорил, уравнять ценность жизни на селе и в городе. И тогда на самом деле мы добьемся результата, чтобы молодежь не пижала из станиц, хуторов, сел, не пижала в город, где по большому счету отчасти тоже надо найти работу и устроиться. А там создать жизнь, вот там, где они сегодня живут. И качественные, и комфортные, и рабочие места. Вот это основная наша сегодня задача. А вот Галина Алиева приехала на встречу с губернатором из Темрюкского района. В их поселке «За родину» сейчас идет строительство здания врача общей практики. Пока же за медицинской помощью жители ездят за 15 километров. Сдать в эксплуатацию новую амбулаторию планируют уже в начале следующего года. У нас как бы идет строительство. Идет строительство амбулатория вот этого врача общей практики. Да, мы даже знаем, какой врач будет у нас работать, да, нас лечит. А что хотите, ускорить? Ускорить строительство. Давайте, я думаю, вот больше вы ждали. Давайте до конца года не будем ничего нарушать, но зато вы получите качественный, сертифицированный офис врача общей практики. Спасибо. И поверьте, я на самом деле хочу сказать, что сегодня прошу, что у вас он есть. Мне важно, чтобы во всех таких населенных пунктах они были. А в целом, конечно, еще важно, знаете, не форма, а содержание, качество. Вот врача общей практики, он должен быть тот врач, который на самом деле вам нужен, который сможет понимать, почувствовать и помочь. Просили на приеме граждан и посодействовать в строительстве газовой котельной в сельской школе, создать многофункциональную спортивную площадку. Все вопросы, с которыми обращались кубанцы, нашли решение. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Проблема автомобильных пробок на въезде в Краснодар решена. В станице Елизаветинское закончили строительство долгожданной развязки. А в будущем не придется больше стоять в многочасовых заторах и в Туапсинском районе, перед Жубгой, пообещали в Краснодарском автодоре. С начальником управления встретился Вениамин Кондратьев. На совещании обсудили развитие дорожной сети региона. Подробнее наши краснодарские коллеги. Три года и три миллиарда рублей. Вот оно решение проблемы часовых пробок под Краснодаром. Въезд в краевой центр стал заметно свободнее. Большое строительство Елизаветинской развязки почти завершено. В этом лично убедился и Вениамин Кондратьев. Закончить все работы до конца 2016-го глава региона поручил еще в январе. А сегодня вместе со своим заместителем проезжает по трассе и оценивает проделанную работу. 5 километров нового асфальта, шумозащитные экраны и современные подземные переходы. Дорожникам остались последние штрихи. Полностью закончить все планируют уже до конца ноября. Все, что мы делаем, мы должны иметь логическое завершение. В противном случае, делать дороги ради того, что мы делаем дороги, это сегодня уже никого не устраивает. Отчетность количественного показателя не значит качество для авто сегодня владельца. В лучшем вопросе. Автовладельцы говорят о том, что сегодня вроде километража много, а дорог мало. Здесь был очень аварийно опасный участок дороги. Здесь вообще было три полосы. Пробка постоянно стояла на многие километры. На сегодняшний день доведен участок дороги до первой категории. Вот на этом участке шесть полос. Для движения автомобиля на транспорт, на шумозащитные экраны. И везде выполнены подземные пешеходные переходы. Три года эту дорогу ждали. Три года. И все-таки я надеюсь, что в конце ноября эта дорога зафункционирует в полном объеме. Готовят к открытию еще одну развязку в крае. Об этом губернатору доложили уже на совещании. По сложившейся традиции Вениамин Кондратьев собирает его прямо у дороги в строительном вагончике. Там начальник Краснодарского автодора обещает, что в ноябре сдадут эстакаду в джубке. В разгар курортного сезона на этом участке трассы автомобилисты стояли в пробке чуть ли не по шесть часов. К следующему сезону никаких пробок на трассе М4 Дон федеральной до джубки, а дальше, если идти направо на российском, не будет. Попрошу к этому заявлению, что хватит уже испытывать терпение наших автолюбителей. Хватит и жителей края. Мне нужен эффект от работы. Вот как вы это делаете, меньше всего волнует. Даже если результат вы достигли, меня волнует эффект от этого результата. То есть, что получат реально жители и получат ли они удовлетворение от нашей с вами работы. Поэтому, если не будет эффекта, даже результат коллеги, он ни к чему не приводит. Следующая на очереди капитального ремонта – дорога в районе Архипаосиповки. Как и обговаривали ранее, работы будут проводить в межсезонье. После транспортного коллапса этим летом в Туапсинском районе, губернатор Кубани обратился к руководству Росавтодора, чтобы пересмотреть план ремонта дорог. Реконструируют магистрали в регионе теперь только вне курортного сезона. Мы на сегодняшний день в условиях контрактов, при заключении контрактов с подрядчиками, мы определяем эти условия. То есть, мы как с вами проговорили, что с 15 июня до 15 сентября мы не производим вообще никаких работ. Принципом в работе дорожников должно стать и качество, требует Кондратьев. И в первую очередь это касается ремонта региональных трасс. Ведь на него уходит немалая часть краевого бюджета, а значит и денег налогоплательщиков. Подрядчики не должны оставаться безнаказанными за плохо выполненную работу. То есть, если дорогу сделали, а через год ей вновь требуется ремонт, платить за него, но уже из своего кармана будет компания, которая некачественно произвела реконструкцию. Мы требуем и контролируем выполнение гарантийных обязательств от подрядных организаций. По земляному полотну это 8 лет гарантия, по основанию дорожной одежды 6 лет, по нижнему слою дорожного покрытия 5 лет, верхний слой асфальта это 4 года. Мы должны приучить сегодня подрядчиков, потому что есть ответственность не только за сроки вовремя сданных дорог, но и за срок гарантийной эксплуатации. Вот кто делал, тот и ремонтирует. Вот это должно быть принципиально. Второе, я прошу вас в следующий раз, когда мы будем ездить в районы и в целом в ваших отчетах, и для меня тоже, не в километрах отчитывайтесь, а в конкретных дорогах. Люди должны понимать, где отремонтирована дорога, где прошла ее реконструкция, конкретного промежутка, конкретного участка дороги. И тогда будет понятно, куда тратятся деньги из Дорожного фонда Края. К слову, в этом году Дорожный фонд около 20 миллиардов, и ни один рубль из этой суммы не должен идти на другие траты, потребовал губернатор. Развивать дорожную сеть так же важно, как и экономику Края. На совещании вновь возвращаются к автомагистралям Краснодара. Заглядывая наперед, обсуждают строительство дальнего западного обхода. Ведь только реализовав этот проект, транспортный коридор на Кубани сможет работать на все 100%. Дорожный вопрос всегда остается из главных и опасных. В Сочи водитель «шестерки» протаранил отбойник на шоссе. Серьезная авария случилась накануне на трассе Адлер-Альпика-Сервис. Как сообщает пресс-служба Краевого ГИБДД, 40-летний водитель отечественных «Жигулей» шестой модели на большой скорости протаранил отбойник. С места аварии водителя госпитализировали медики. Он выжил лишь чудом. Тем временем автомобиль восстановлению не подлежит. По факту ДТП проводится проверка. Вопрос организации автомобильного потока на Мамайском перевале стал основным на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В обсуждении приняли участие и уполномоченные лица, и активисты из числа местных жителей. Новая схема пока обкатывается, однако количество пробок из Сочи в Дагомыс существенно уменьшилось. Проблема заторов в обратном направлении также будет решена, как только на этом участке будет обустроена четвертая полоса. Для этого придется убрать ряд коммерческих объектов на пике перевала. В ближайшее время на перекрестке Сергейполя появятся светофоры. Уже завтра будет оформлен разворот в Дагомыс в районе заправки «Лукойл». Также было решено исключить левый поворот, чтобы увеличить пропускную способность по основному направлению федеральной трассы. Будем обсуждать эти вопросы. Создана комиссия, включая депутатов и инициативные группы этих микрорайонов. Совместно комиссия будет еще раз рассматривать вопросы разворота ДСД Черноморья, ГАИ города. Мы будем еще раз все просматривать. Рассмотрели на комиссии другие вопросы, в частности, заторы на развязке ареда. Здесь рекомендовано установить светофоры. Один пешеходный переход убрать полностью, второй перенести. И убрать знак «Въезд запрещен с улицы Пластунской. Спуск на ареду». На повороте к Бытхе федеральным дорожникам рекомендовано расширить остановку, убрать разметку островок безопасности, сделать в этом районе движение прямо и налево. Около 100 тысяч человек в Сочи уже сделали прививку от гриппа. Это более 50% от намеченного управлением здравоохранения плана. В первую очередь прививку, говорят врачи, должны получить пациенты из группы риска, те, кто страдают хроническими заболеваниями. Самое активное участие в вакцинации должны принять и те сочинцы, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. Как продвигается в Сочи прививочная кампания, расскажет Елена Овсецина. Первые пациенты начали прививаться от гриппа еще в конце августа, как только город получил необходимую вакцину. Тогда прививки были сделаны школьникам, студентам, работникам образовательных организаций и пенсионерам. Об этом Анатолию Пахомову в ходе рабочей встречи рассказала его заместитель по социальным вопросам. На сегодняшний день из всего контингента, который нам надо провакцинировать, а в этом году самая большая цифра, мы всегда были 36, 38, 40%. В этом году мы для того, чтобы себя обезопасить, по требованию Роспотребнадзора, 42% населения будем вакцинировать. Активно участвовать в вакцинации, напомнил глава города, должны работники торговли и общепита. Те, кто по роду своей профессии, контактируют с большим количеством людей. Они могут активно передавать этот грипп, и поэтому самое главное нам довести, чтобы 100% работников отрасли торговли, общественного питания и услуг обязательно эту вакцину приняли. Анатолий Пахомов поручил проработать график иммунизации сотрудников ресторанов и магазинов. Сегодня в первую поликлинику пришли первые такие пациенты. Так как в организациях общественного питания мы непосредственно коммуницируем с людьми, постоянно, каждый день, соответственно, заботиться о моральном и физическом здоровье наших сотрудников, наша прямая обязанность. В коридоре никаких очередей. Для прививок от гриппа выделено отдельное время. В кабинете у врача подробный рассказ о вакцине и реакции организма на этот препарат. Может быть такое состояние, как вы заболеваете. Ничего не делаете, оно все проходит в течение двух-четырех дней. Как говорят врачи, прививка от гриппа необходима абсолютно всем, в том числе беременным женщинам. Тем, кто заботится о своем здоровье и хочет обезопасить себя от тяжелых осложнений. Прежде всего, это пневмония. Вирусные пневмонии – это достаточно тяжелые осложнения. Гриппа, к сожалению, бывают и с летальными исходами. Для того, чтобы обезопасить себя и создать тот иммунитет, который нам необходим от сезонного гриппа и всех других остальных гриппов, которые мы можем предположить будут в этом году, необходимо привиться вовремя для того, чтобы иммунитет сформировался. Как рассказали в первой поликлинике, в этом году здесь уже привились 24 тысячи человек. В первую очередь пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, астмой. Все же в Сочи вакцину уже получили около 100 тысяч сочинцев. Это более 50% от намеченного управлением здравоохранения плана. Завершить прививочную кампанию на курорте должны до 15 ноября. Гелена Овсец, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. В Сочи обсуждают проблемы алкоголизма, курения и наркомании. 25-й международный форум посвящен теме трезвости и здоровья в молодежной среде. Встреча между политическими, общественными и научными организациями, а также психологами и специалистами здравоохранения, проходит на базе отеля «Весна» с 12 по 22 октября. И пьет тревогу молодежь, любой наркотик – это ложь, нужно смело. Ребята нам, ой, пойти, чтоб Россию от сквера не спасти. По традиции форум начинается с серии гимнов «Трезвость и мир без зависимости». Основная цель Международной академии, в которую входит порядка 150 человек. Это политики, ученые, общественники, социальные работники, специалисты отрасли здравоохранения и образования из России, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана, Туркменистана и Италии. Больше недели участники форума посвятят обсуждению вопросов утверждения трезвости, профилактики детской и подростковой наркомании и реабилитации зависимых. Мы помогаем нашим органам и организациям, нашим различным структурам, те, кто призваны заниматься антитабачной темой, антиалкогольной, антинаркотической, хотя все это наркотики, табачище и винище, это все наркотики, только легальные и нелегальные есть понятия, да, привлечь лучшие мировые технологии. Есть проськи алкогольной и табачной мафии. Стараются и на законодательном собрании, я имею в виду Государственной Думы, внести какие-то послабления в рекламу, например, алкоголя, да, в расширение алкогольного прилавка, например, где-то поблизости учебных заведений или медучреждений, что сегодня категорически запрещено законом. Ну, это жизнь, это, может быть, даже война какая-то идет. Проблема алкоголизма и табакокурения особенно велика в России, по данным ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения, Интерпола и ряда других экспертных ведомств, наше государство – одно из самых пьяных и прокуренных в мире. Во многих городах ведется активная работа по профилактике и предупреждению вредных и опасных для жизни зависимостей. Результат хоть и небольшой, но есть. Если 6 лет назад на душу населения приходилось 18 литров выпитого алкоголя, то на данный момент эти показатели составляют порядка 15 литров. Задача каждого представителя Международной академии трезвости к 2020 году – снизить общее потребление спиртного до 8 литров с помощью привлечения мировых технологий и методик. Обучение пройдут и сочинские специалисты, и общественники, которые уже больше года ведут активную работу по программе «Сочи вне зависимости». Мы выявляем на достаточно ранних этапах развития этой алкогольной болезни те группы риска, которые могут войти в эту болезнь, и пытаемся своими медицинскими и социальными реабилитационными действиями предотвратить вхождение этих людей из группы риска в уже настоящую алкогольную болезнь, тогда, когда их должны лечить врачи-наркологи. Как не допустить развития зависимости и в конечном итоге искоренить алкоголизм, курение и наркоманию в стране, участники форума будут обсуждать в ходе семинаров, круглых столов и мастер-классов. Завершится конференция 22 октября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». По сравнению с октябрем прошлого года в Краснодарском крае подорожали основные продовольственные товары. Краснодарстат опубликовал данные об октябрьских ценах на продукты. По данным Краснодарстата, за последний год цены на продукты неустанно растут. По сравнению с октябрем прошлого года в крае килограмм сливочного масла подорожал более чем на 40 рублей, гречневой крупы – на 18. На 3 рубля выросла средняя стоимость яблок и хлеба, а вот сахар подешевел на 2,5%. Цены на картофель и яйца в среднем также упали на 5%. Ну а теперь информация, которая заинтересует студентов училищ и колледжа, а также выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы. Для них началась регистрация на сдачу ЕГЭ в 2017 году. Прием документов ведется в Управлении по образованию и науке администрации города. Школьники о всех датах регистрации и сдачи экзаменов по форме и материалам ЕГЭ осведомлены. Им об этом говорят на классных часах. А вот более взрослым, желающим получить высшее образование, этой информации зачастую неизвестно. С 1 октября, во-первых, началась регистрация на сдачу единого госэкзамена в 2017 году. И можно уже приходить к нам на улицу Юных Ленинцев 5, на первом этаже 15 кабинет и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ. С собой необходимо иметь два документа и их копии. Это документ, удостоверяющий личность, паспорт, либо другой документ, его заменяющий, а также документ об образовании. Либо это диплом, который уже имеют выпускники прошлых лет, либо аттестат об окончании средней школы. Студентам, обучающимся на последнем выпускном курсе, необходимо для регистрации предоставить справку из образовательного учреждения. Также параллельно с регистрацией на сдачу единого госэкзамена в следующем году в Сочи началась и регистрация на сдачу итогового сочинения. Студенты среднепрофессиональных образовательных учреждений и выпускники прошлых лет наравне со школьниками имеют право написать и этот экзамен. Потому что в ряде вузов за качественное итоговое сочинение добавляются баллы. И эта информация размещена на сайтах вузов в правилах приема. И если там есть информация о том, что вуз засчитывает хоть какое-то количество баллов за сочинение, тогда можно прийти к нам и написать заявление на сдачу сочинения. Регистрация на сдачу ЕГЭ, начавшаяся 1 октября, продлится до 1 февраля. А вот прием заявления на написание итогового сочинения завершится уже 10 ноября. На дополнительные вопросы по сдаче единых государственных экзаменов специалисты Управления образования готовы ответить по телефону. Номера горячей линии вы видите на экране. Кстати, в пятницу в школах Сочи выберут лидеров ученического самоуправления. Единый день выборов состоится 14 октября. В школах города сформированы комиссии из независимых участников. Они занимались организацией и проведением избирательной кампании, подготовкой бюллетеней и процедурой голосования. Кандидаты встречались с избирателями на классных часах, представляли свои предвыборные программы, агитировали школьный электорат. И из лидеров школьного ученического самоуправления в ноябре будет сформирован состав городского ученического совета. Его задача – стать связующим звеном между общеобразовательными организациями и городской властью. Сочи стал самым популярным у россиян туристическим направлением в День народного единства. Рейтинг составил туристический сервис «Ту-ту-ру». ТОП возглавили перелеты из Москвы в Сочи. Вторым популярным направлением стал Симферополь на третьем месте минеральной воды, на четвертом – Калининград. Замыкает пятерку лидеров Краснодар. Среди зарубежных направлений лидерами стали Израиль, Италия и Узбекистан. В ТОП-10 также включили Германию, Чехию, Молдавию, Казахстан, Испанию, Белоруссию и Францию. По данным сервиса, средние цены на перелет по России в День народного единства снизили почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает администрация Сочи. «Сочи» привлекает не только курортников, но и исполнителей популярной музыки. На курорте снят еще один музыкальный клип. Компания «Блэк Стар» представила новый клип популярной песни «Мото» «92 дня». Новая видеоверсия снималась в узнаваемых местах Сочи, среди которых Олимпийский парк, Тиса Самшитова роща и Сочи парк. За сутки с момента премьеры на канале YouTube новый ролик получил более 125 тысяч просмотров. Сегодня определились победители Кубка Российского футбольного союза среди юношеских команд. В течение 10 дней на полях Центра подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник Спорт» за трофей турнира боролись 15 команд из самых разных регионов страны. Итоги в материале Инги Габешия. В день на этих футбольных полях проходило по 8 встреч. 17-летние футболисты выкладывались на все 100, отмечают тренеры. Немного до победы не дотянулся ярославский шинник. Сегодня в рамках решающего матча эта команда стала бронзовым призером Кубка РФС. С минимальным преимуществом, со счетом 1-0, ребята обыграли «Зенит» из Ижевска. В любом случае, в целом для юношей, в частности для воспитанников Ярославской школы футбола, этот турнир и престижен, и важен, подчеркивают наставники. Дело в том, что уже сейчас, на данный момент, наши ребятки на выпуске. Некоторые ребята привлекаются в дубль или в молодежную команду нашей, до команды города Шинник Ярославского. И в дальнейшем, в дальнейшем, это будет, конечно, хорошее подспорье для их скачка вперед и вверх. Огромные слова благодарности сказать в адрес ребят, потому что очень здорово они провели этот турнир. Несколько игр было очень тяжелых, которых они вытаскивали за счет, благодаря своих усилий. В самом финале за лавры победителя боролись Москва и Тамбов. Первый гол матча соперникам забила столичная команда «Строгино». В итоге москвичи задали тон всей игре и стали обладателями Кубка Российского футбольного союза. Счет матча «Строгино-Тамбов» 3-2. Что касается спортивных итогов, то у нас есть единая спортивная, единственная спортивная классификация, утвержденная Министерством спорта Российской Федерации. Согласно ей, игроки команд, занявшие на этом турнире с первого по третье место, получают право на присвоение им звания когда-то мистера спорта по футболу. Серьезное звание, и оно тоже к чему-то будет их обязывать в дальнейшем. Спасибо Сочи за очередной теплый прием. Ежегодный Кубок Российского футбольного союза среди юношеских команд планируется провести в Сочи и в новом сезоне. Футболистам очень уж комфортно играть на полях курорта. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.